Всем привет, это National Biohacking. Хочу рассказать за свой опыт приема микродозинга тадалафилла. Вообще, что такое тадалафил? Тадалафил – это препарат, предназначенный для лечения эректильной дисфункции, то есть неспособности достичь и сахароинтеррекцию, необходимым для совершения полового акта. Простыми словами, тадалафил – это разновидность виагры, только виагра действует короче и сильнее. Тадалафил, наоборот, мягче и дольше. Но если виагра действует 4-5 часов и начинает работать через полчаса-час, то тадалафил действует 36 часов и выходит на пик спустя 5-7 часов. Но у нас-то со штуцером-то все в порядке, нас интересуют, во-первых, и другие положительные эффекты, а во-вторых, именно микродозинга, дабы нивелировать все побочные эффекты и взять максимально положительные. Вообще, издревние люди в борьбе за поднятием своего шпингуса любили какие-нибудь шаманские обряды, заговоры на большой толстый, жевали всякие травы, убивали различных животных, чтобы добыть семенники, то есть яички и съесть их в живом виде в погоне за улучшенной эрекцией. И даже делали вытяжки спермы крокодила. В общем, до чего люди только не доходили. Но благо в наше время по этому поводу так извращаться не надо. Тадалафил придумали американцы как конкурент виагре. Вообще, как работает этот препарат? Тадалафил по сути один из сильнейших донаторов азота. Есть такое соединение ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа. Так вот, это соединение усиливает сигнальный путь ЦГМФ, тем самым усиливая кровоток в тканях, воздействует на нервные клетки, происходит выброс оксида азота и в целом ощущение от процесса становится сильнее и ярче. В общем, с таким сильным донатором азота твое кровообращение становится лучше во всем теле. Выпирают вены на руках, лучше памп, поэтому тадалафил будет интересен и кочком. И приток к твоему хуцкиру это как приятный бонус. К примеру, если ты съедаешь виагру, то у тебя мачта поднимается, а голова разрывается, так как она чересчур сильно поднимает давление. Тадалафил, в отличие от нее, работает гораздо мягче. Но если чересчур угоститься, как вот есть таблетки по 60 мг, то вангу будет то же самое. И даже 30 мг, то есть половина этой таблетки, это тоже скорее всего будет многовато. Кстати, если так плотно дознуться, то возможно вы будете чувствовать тадалафил еще около недели. Но это не значит, что вы будете неделю ходить в обнимку со своим Джонни младшим. Нет, все возбуждение идет именно из головы, что на сиалисе, что на тадалафиле или биагре. Также препарат вам поможет, так сказать, преодолеть синдром неудачи. Это когда с организмом все в порядке, но из-за нервов, может и заволнения по первым разам, все не так, как хотелось бы. Но с этим препаратом синдром неудачи абсолютно вас никак не побеспокоит. И что еще важно, существует даже зависимость от всех групп этих препаратов, и она исключительно психологическая. Даже видел где-то рассказывали умные люди, что твой папирус, как на тадалафиле стоит, так и должен стоять в обычном состоянии. Если это не так, значит с тобой что-то не так. Но это заблуждение. Эрекция на препаратах все равно будет посильнее, чем в обычном состоянии. И из-за этого людям тяжелее отказаться. Но это только у вас в голове, и никак иначе. Помимо всех тех бонусов, которые дает тадалафил, он также хорошо наполняет предстательную железу, стенки сосудов, легких, мозга. И с помощью микродозинга вы легко можете профилактировать свой организм от простатита, если мы говорим за предстательную железу, облеченное мочеиспускание. Также и стенки сосудов расширяются и снижается артериальное давление. Да и кровообращение в мозге тоже станет лучше, а значит думать станет проще и легче. По поводу дозировок микродоз. Это 2,5-5 миллиграмм в день. Можно утром, можно вечером, можно в течение дня. После еды чуть хуже усваиваться. Если скушать 20-30 миллиграмм, то давление реально ощущается. Возможно головная боль и заложность сноса. А в целом препарат достойный и в микродозинге даже бюджетный. И самое главное эффективный. И еще, что немаловажно, у тадалафила обнаружены свойства ингибитора ароматазы. Притом, достаточно ярко выражен. А применение ингибиторов ароматазы, как мы помним, может повысить уровень общего тестостерона. Действительно всего 5 миллиграмм тадалафила в день на протяжении трех месяцев позволяли добиться повышения уровня общего тестостерона на внушительные 30 процентов. Сам анализы до и после не сдавал, но эффект в целом замечен положительный на весь организм. У меня на этом все. Пока.